Лихо! Лихо! А у нас есть кейсы! Говорят, какой у тебя там айфон? Я говорю, ну вот у меня одиннадцатый Слушай, а на двенадцатый ходишь? Я говорю, чё? На две... Как? Ну типа нам сейчас вот, типа выдают уже размеры, все дела Мы вот сейчас заранее до выпуска айфонов мы уже, собственно, готовим чехлы И по сути дела говорят, что ты будешь знать, как выглядеть будут, значит, визуально Ну не как визуально, да, то есть как они будут в руке лежать эти новые двенадцатые айфоны Я говорю, шлите, очень интересно! И собственно вот они прислали для айфона одиннадцатого Вот он, 6,1 дюйма И вот, пожалуйста, две коробки айфон 12 макс и 12 про макс Пятак, это, кстати, одна из крутых фирм, и они делают ультралегкие, тонкие чехлы И здесь у них встроено уже, значит, написано, что теннис протектов То есть он даже, типа, пуль там зачин... Ну это всё, это фигня, конечно, я видел, что тестировали их там, у них там пластина Но это всё... Вы поняли, да? Идёшь В общем, металлическая пластина у нас внутри, для того, чтобы, собственно, примагничиваться к вот этой приблуде Они мне тоже прислали, спасибо, в автомобиле будет удобно И, собственно говоря, он ультратонкий и ультразащищённый Окей, давайте мы начнём как раз с айфона одиннадцатого Как оно тут, это всё здесь делается... Ага Как раз я на своём и проверю Вот он! Он ультратонкий! Он реально тонкий! Такое ощущение, что, блин, он просто, ну миллиметр, мне кажется, да? И здесь написано, вот, Compatible with Pitaco Magnetic Mount То есть она может ещё, опять-таки, примагничиваться Окей, давайте мы снимем с моего этого айфон одиннадцать И посмотрим, как он здесь будет сидеть Вот так! Вот! По сути дела, в руке он лежит практически как сам айфон без чехла Потому что вот эта приблуда, она реально толстая, она толще раза в два Вот те, кто не хотят, чтобы размеры как-то распирали в кармане И любители изначального, да, ощущения в руке То вот здесь, собственно, пожалуйста, выход вот такой, да? И опять-таки мы проверим на магнитность Но минус для меня это вот открытый верх Здесь открытость, то есть и вот здесь, и снизу, да? То есть это будет царапаться, в отличии от вот этого чехла, где всё это дело закрыто Для меня это минус, потому что я люблю, чтобы девайс оставался потребным в течение долгого времени Если его, допустим, кому-то из близких давать, там, дарить и тому подобное Ну и здесь макулатура, все педали Это ладно, окей, всё это дело подошло, зашибись, хороший, спасибо вам за это Но, собственно говоря, я, в принципе, и так бы мог его купить Мне было интересно вот это 12 и 12 Pro Max И не зря у нас где эта штуковина лежит, да? Сегодня мы проверим, это будет, блин, ёлки-палки Момент истины Реально ли китайцы слямзили уже всё или нет? И, собственно, у нас, походу, это Pro Max Если он такой большой, давайте позырим Бэмс! Вот так вот, да? Ну... Нет! Видите, он болтается здесь То есть это будет ещё больше модуль Походу, это просто 12 Max Но, собственно говоря, он точно такой же тонкий Посмотрите, он очень лёгкий Он гнётся вся фигня И он из какого-то то ли карбона сделан, то ли ещё что То есть... Его не просто так сломать и согнуть, серьёзно То есть он достаточно гибкий Это не какой-то, я не знаю, обычный пластик Китайский бы уже какой-то навернулся бы Ладно, окей, то есть это не подошло Давайте 12 Max Я щас охерею, если это подойдёт, а? Ну нет, нет, не подойдёт То есть вот, бам! Оно никак не подходит сюда абсолютно, да? Это же оно! И вот давайте теперь зададимся вопросом То есть смотрите, вот это вот типа китайцы сделали 12 Max Или какой? Но здесь он болтается То есть опять-таки это всё фуфил полный, да? То есть вот такого огромного размера По сравнению, допустим, с обычным чехлом Айфоном 11 Вот такой будет Max Pro Max Это вот 12 будет Якобы, опять-таки, да? То есть вот эта штука меня сейчас удивила Удивила знаете чем? Тем, что он меньше Посмотрите, он компактней будет Пятёрка Он как... Нет, он как шестёрка А ну-ка дай-ка свой седьмой Ну вот Седьмой в чехле, грубо говоря, да? Здесь находится, да ну ты Вот И если сейчас Apple выпускает, чтобы он был на весь экран Это будет удобная пушка для работы одной рукой То есть то, о чём, как говорится, говорил Стив Джобс И по сути дела, да, в принципе, это будет удобная штуковина Чуть меньше, да, чуть меньше он будет, чем айфон 11 Но совсем на мельзипучку Блин, хорошо сидит, а? Как бы тебе снять, зараза? У меня ногти можно сломать Он реально, что ли, металлический? Есть Ух! О, есть Вот, видите? Я не могу обычно айфон сюда 11 поместить Следовательно, он будет поменьше Поменьше где-то, ну, на... Сантиметра, наверное, пол снизу И на сантиметров эдак... Ну тоже наполовину сбоку То есть вот это будет как раз-таки размер якобы опять-таки айфона обычного Будет ещё мини По всем утечкам, которые я читал Говорили, что будет 4 айфона, да? Выйдет там 12 там Pro, Pro Max, там мини, ещё что-то Оказывается, их уже ожидает 5 И вот-вот на днях он должен то ли 13-го, то ли 14-го числа Анонсироваться вот этот самый айфон 12, да? Мне будет интересно посмотреть именно модель мини Я любитель был айфона 6-го именно по размерам И больше всего я обожал 5S Потому что одной рукой было реально пользоваться Сейчас вот этой штукой, вы не представляете, как иногда бесит И приходится вот эту штуку делать, чтобы дотянуться туда То есть нужно... Вы понимаете, да мне, наверное? Такс, ну и давайте нашу беспроводную зарядку Которая магнитится якобы, да? Проверим Так, ну увесистая такая штука Так, здесь у нас USB Type-C на USB-A Для того, чтобы от прикуривателя всё это дело заводить И у нас на решётку дефлектора И есть вот такая вот на 3Мовском скотче, да? То есть это всё дело вставляется у нас в задницу вот здесь Этого самого крепежа с беспроводной зарядкой Ну у меня в решётке будет находиться это... Лады? Окей! Теперь посмотрим, как он магнитится, хорошо ли? Ну, на наших кочках он, по крайней мере, не уйдёт Это плюс! Это хорошо! В изделии... Нет, в центре, только в центре он хорошо Ну и давайте попробуем, на зарядку поставим И, собственно, момент истины! Бам! Всё! Зарядка пошла! Он и на магните сразу, и он у вас, собственно, заряжается, да? Насколько быстро? Ну вот! Кидаю, зарядка пошла! Ну и опять-таки на кочках он... Хотя, видите, даже не по центру всё равно это дело... Ну, при сильной тряске оно будет улетать, но... Это, да, это уже прям турбулентность! Это нужно уже прям по бездорожью! В городе и по трассе, в принципе, будет окей! Всё, зарядка идёт, всё окей! Итак, чё мы сегодня узнали? Во-первых, мы узнали, что вот этот iPhone 12 это... Ну, 12, да, китайский... Ничего схожего нет, хотя, опять-таки, мне прислали всего 2 кейса из 5 возможных, может быть и будет поменьше... В чём я сомневаюсь, потому что и вырезы совершенно в других местах, и, собственно, клавиши... То есть мы видим, что здесь совершенно всё сделано иначе, да? То есть, может быть, будет другой кейс, но... Окей! Но! Мы узнали о том, что вот такой вот у нас будет Pro Max! Это будет достаточно большая штука! И я, честно скажу вам, не приверженец таких огромных лопатафонов... Но это уже... Таблеты, так называемые, да? Когда они раньше назывались, да? Это... А нет, фаблеты, фаблеты... То есть это уже... Телефон вместе с планшетом! А вот эта штука меня заинтересовала, потому что это будет небольшой смартфон! И якобы будет ещё меньше! Вот это для меня решающая роль! То есть, я ещё раз повторяюсь, уже задолбали эти смартфоны, типа, больших! Везде... Ноуты, ноуты, всё в ноутах! И даже S-версия у Самсунгов, они всё равно огромные! Mi 9T он всё равно большой! Мой любимый смартфон! Но, сука, всё равно здоровый! Ноут 9, ноут 9S, всё в ноутах! Ми 10T, там ещё что-то! Это всё огромные лопаты! Хочется, чтобы выпустили вот такой, небольшой смартфон, где у тебя палец дотягивается до любого угла, пользуясь одной рукой! Это я сейчас семёрку держу в руках, да? То есть, если сейчас Apple еще выпускает вот такую штуку, это будет топовая труба! Серьёзно! Это будет убийца всяких iPhone SE и тому подобное! Это будет самая ходовая, мне кажется, трубка! Лично им хо! Я не знаю, конечно, может быть вы любитель больших айфонов, да? Любишь большие? Да! Собственно говоря, вот... А что с маленьким ходишь? Хе! Собственно говоря, относительно самих чехлов, я видел эти чехлы, я видел моих знакомых! Они, по-моему, не дешёвые! Я ссылок не оставлю, это нужно будет вам самим искать всё это дело! Они мне просто её прислали, без всяких ссылок, ничего! Вот, просто нагреть расскажи! Вот, я рассказал! Будете там сами смотреть, сколько они стоят! Чехлы действительно дорогие и действительно хорошие! То есть, мне нравится вот эта штука! Это будет реально спасение у меня в машине! Потому что у меня чё-то плохо работает моя беспроводная зарядка! Там я в чехле, вот в этом толстом, я кладу, у меня зарядка не идёт! Снимаю, без неё айфон кидаю, и всё, зарядка идёт! Чехол надевай, всё, трындец! Почему-то заряд не идёт! Чё за проблема? Фиг! Может это херовые китайские зарядки? А может быть действительно херовая катушка у самого айфона? Не знаю! Но вот здесь это всё дело работает всё в сумме! И причём достаточно хорошо! И само качество крепления, и само качество чехлов, да? Тоненькие! Тоненькие, обалденные, да! То есть, это он прям обалденно сидит, он ничего не выпирает! Он прям облегает ей, вот... Как айфон, да, держишь? Как будто бы, да, вот изначально голый айфон! Не как голый андроид, а как голый айфон! Вот такие дела, ребят! Поэтому будем ждать, чё у нас будут за новые, скажем так, айфоны, да? 11... Вернее, 12 Pro Max и самый маленький из них, это будет дико интересная штука! Чё относительно чехлов, да? Вот они показали, какие они красавчики, они вот уже заранее знают! Они делают, да, действительно очень хорошие! То есть, они не ломкие, ничего! То есть, вот здесь бы, вот здесь уже бы какой-нибудь чехол бы сдох! Серьёзно! Из такого, сука, тонкого материала! Вы посмотрите, какой он тонкий! Они бы уже сдохли! Это здесь какая-то фигня! Ну как они карбон говорят, там ещё что-то! Нет, здесь ничего не ломается! Он действительно классный! То есть, вон я его гну, пожалуйста! Видите, вот здесь изгиб! Здесь бы уже треснуло! Ни хрена! Он прям из какого-то прикольного материала сделан! Как-то так! Что думаешь ты относительно данных чехлов? Возможно, ты в таком чехле уже носишь свой девайс! Пиши в комментариях под этим видео! Поделись опытом эксплуатации таких чехольчиков! Я же лично на своём опыте и на опыте, скажем, моих знакомых Кто юзает вот такие чехлы, могу сказать, что это только топ! Ну сука дорого по вам было! Чё-то они не дешёвые! Как-то так! Пока! Слушай, ну чехлы, конечно, хорошие, да? Заседательские чехлы такие! Ну название надо, что-то всегда какое-то, да? Ну Питака Ну Питака чё такое, а? Ну как какие свиньи, что ли? Какие свиньи? Не езды, конечно, а что? Ну что? Питака, Питак! Грозетка, как с тебя! Понятно?